На канале Артен программа Headline в студии Артем Андросов. Добрый вечер. Госсекретарь США Энтони Блинкин сегодня утром начал визит в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем первом заявлении он подтвердил поддержку Украины, подчеркнув, что США и их союзники внимательно следят за ситуацией на российско-украинской границе. Зеленский после встречи с Блинкином поблагодарил его за поддержку и сказал, что для Украины очень важен личный визит Блинкина. Затем госсекретарь США также встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулевой. А в пятницу в Женеве его ждет встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На связи со студией журналист Алекс Якубсон. Алекс, добрый день. Добрый день, Артем. Добрый день, зрители. Приветствую в новом году. Спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нам сегодня. Вам спасибо. Ну вот, какие итоги ты ждешь, например, от этой поездки Блинкина? Ты думаешь, что это может как-то разрешить или охладить Россию в части агрессии на границе? Знаешь, больше всего ее охладило бы, если бы Блинкин остался там. На неопределенный срок и сказал, вот я, госсекретарь, практически, ну, как бы, министр иностранных дел США. Хотите напасть на Украину? Заодно берите меня в плен, если вы хотите довести дело до такого, так сказать, скандала. Вот. Знаешь, я позволю себе процитировать одного современного поэта по имени Алексей Якубсон, у которого есть стихотворение, начинающееся словами «Мир застыл, как будто в ожидании, растянув минуты на года, сбудутся ли святые обещания и каким манером и когда». Это написано лет 10 назад, может, даже 8, вот как раз во времена накала, как бы, когда начиналось противостояние вокруг Украины или когда еще к нему только шло. И мне кажется, что мы начинаем, мы присутствуем при начале развязки этой, возможно, главной интриги мировой истории. Вот как бы, потому что Украина – это не только просто большая страна или какая-то страна, вокруг которой идет геополитическая борьба. Это вторая по размеру и важности страна бывшего СССР, стороны, которая проиграла холодную войну. И лидер России пытается переиграть этот итог, он пытается взять реванш. И поэтому то, что происходит вокруг Украины, ну и России, как бы, оно особенно важно. Понимаешь, зная нынешнюю американскую администрацию, которая, ну, как и предпредыдущая, обамовская, в которой, собственно говоря, нынешний президент был вице-президентом, есть большое опасение, что слова будут расходиться с делами. И не только у нее, а как бы это передается и на стальной западный блок, потому что, когда звучат заявления западных лидеров, что, например, мы не рассматриваем отключение России от SWIFT, банковской системы в качестве такой одной из ядерных санкций, ты заранее связываешь себе руки, еще и показываешь, что мы себе связали руки, как бы. Я очень часто, знаешь, вообще, сравнивая противостояние Запада и России с борьбой двух, скажем, боксеров, где один сильнее и талантливее, но специально как будто завязал себе как минимум одну руку сзади и дал фору противнику. Потому что, когда ты вот говоришь, на это мы не пойдем, наверное, на военные действия прямые против России мы тоже не пойдем, да и возможности нет. Блинкин это правильно заметил, что Путин скорее, он дойдет, если не до Львова, то до Киева точно раньше, чем НАТО успеет что-то сделать. И, к сожалению, корни этого факта, как бы, оперативной военной инициативы в руках Кремля по отношению к Украине, они идут даже не с середины 90-х, не, скажем, там, с Будапештского меморандума, они идут еще с начала 90-х, с момента, когда распался СССР, но Запад не пошел дальше в пожинании вот этих плодов, так сказать, своей победы, да, как бы, оставили все под контролем практически Кремля. И Украине не уделили тогда достаточного внимания ни военного, ни политического, никакого. Она существовала как такой, как бы, предаток России в рамках СНГ. Вот, это была огромная геополитическая ошибка. Просто я это говорю к тому, что, что мы можем реально сделать, чтобы помочь Украине. Алекс, ну, это хороший вопрос. Смотри, дело в том, что, что лично меня смутило и удивило в этом всем, когда Блинкин сказал, что если Россия вторгнется в Украину, нападет или как-то вот проявит какую-то агрессию, которую можно назвать войной, то Америка и Европа в ответ введут небывалые санкции. Вот это кажется как-то несерьезным. Понимаешь, это бы было и серьезно, если бы, опять же, при этом параллельно не было вот этих отговорок, небывалые санкции, но SWIFT не отключим. Причем не отключим под очень странной причиной, что мы боимся, что тогда Россия перейдет на некую альтернативную систему финансовую, которую мы не сможем контролировать. Во-первых, получается, что Запад как бы поведен на контроле за другими странами. Хотя, казалось бы, идея всего мирового устройства, которое Запад продвигает, это именно в том, чтобы всем было вольготно и свободно развиваться экономически. Мы не хотим вас контролировать, мы хотим, чтобы вы процветали в первую очередь. И потом, они что думают, что на Биулина и Греф создадут что-то, или их китайские товарищи создадут что-то, что может соревноваться со SWIFT? Я очень ошибаюсь. Вот, понимаешь, поэтому, а какие еще небывалые санкции? Если Германия рогом уперлась, что вот любые небывалые санкции, только не трогайте Северный поток-2, тогда какие небывалые санкции? Мы отберем Челси у Абрамовича, я только за, но я боюсь, что они даже на это не пойдут. Вот. Ну, еще говорится о том, что мы там передвинем войска какие-то, введем куда-нибудь в Румынию, там, в Болгарию. Ну, хорошо, Румынию, Болгарию, членов НАТО вы можете успеть защитить. Это, значит, это похоже на то, как смеялись в свое время над Бамой, когда вот он сказал в какой-то речи в 2014 году, что вот Украина еще ладно, если Путин сунется куда-нибудь там, скажем, в Эстонию, он произносил при этом речь в Риге, находясь. Вот Эстонию мы точно защитим. Вот если что, люди говорят, что если Путин вторгнется в Эстонию, Обама из Вильнюса скажет, что вот если Путин вторгнется в Латвию, вот тогда мы Латвию точно защитим. Гарантированно. Когда Путин вторгнется в Латвию, Обама из Варшавы произнесет, что мы защитим Литву. Но вот Байден действует примерно в той же парадигме, к сожалению, хотя мы изначально ожидали от него несколько иного. Вот. Я просто хочу сказать следующее. Я много раз говорил, что путь на свободный Киев, Дамаск, Тбилиси, куда угодно, лежит через свободную Москву. И я думаю, что это противостояние разрешится каким-то сломом внутри самой России. Есть люди, скажем, Юлия Латынина, Валерий Соловей, еще кто-то, который считает, что открытая война с Украиной будет началом конца путинского режима. Я не знаю, как это будет, какой-то заговор или какие-то массивные, миллионные антивоенные демонстрации, или какой-нибудь Татарстан восстанет и скажет, а мы не хотим воевать с Украиной за интересы Кремля. Но мне кажется, что это разрешится каким-то вот таким вот образом. Примерно как стояние на Угре в 1480 году. Ты действительно веришь в то, что Россия может вторгнуться? Я верю. Ну, понимаешь, я говорил, вот мы с тобой говорили перед Новым годом, к этому нужно относиться как к безусловной возможности, безусловной опасности. Знаешь, сегодня Америка не хочет быть мировым полицейским, но пока еще, де-факто, так им остается. Вопрос, что сейчас тогда, что сейчас останавливает Россию от этого, если войска собраны с конца ноября или начала декабря, да, но уже два месяца практически войска стоят у границы с Украиной? Ну, во-первых, есть такая версия, что это делается как раз, чтобы взять противника измором. На Украине мы видим, в Украине, мы видим свои есть политические проблемы, и президент Зеленский никак не помогает реноме своей страны, когда он преследует своего, в общем-то, главного политического оппонента, Петра Порошенко, да, как бы сейчас неважно, не будем говорить, я не знаток конкретики вот этого, этих дел, которые предъявляются Порошенко, но когда происходит, вот, кстати говоря, когда Порошенко преследовал Коломойского, то же самое. Внешний мир смотрит и думает. Вот Зеленский, он пытается, по некоторым признакам, он пытается стать каким-то таким украинским Путином. И тогда зачем нам защищать одного автократа против другого? Вот. Поэтому Украина сама по себе тоже находится в том состоянии, когда, я не знаю, честно говоря, лучший вариант это не независимость, а скорее оккупация ее силами западных стран, а не силами восточного соседа. Вот. Поэтому, к сожалению, и сама Украина не всегда себе помогает в этой ситуации. Не только Запад не очень готов пойти до конца, чтобы ей помочь, но и сама Украина тоже вот иногда подрубает собственную, так сказать, позицию. Алекс, спасибо тебе за твое мнение, за комментарий. Журналист Алекс Якубсон был с нами на связи сегодня. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе Пульс дня. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok